Однажды Благословенный пребывал среди малов в Малском городе Урувилакапе, и тогда градоначальник Гандхабхака отправился к Благословенному и по прибытии поклонившись ему сел рядом. Затем он обратился к Благословенному. «Было бы хорошо, господин, если бы Благословенный объяснил мне возникновение и окончание страданий. Градоначальник, если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к прошлому, говоря «так было в прошлом», то ты бы засомневался и запутался. «Посему вместо этого я, сидя прямо здесь, объясню тебе возникновение и окончание страданий прямо здесь и сейчас. Слушай внимательно, я буду говорить». «Как скажете, господин», — ответил градоначальник Гандхабхака. Благословенный сказал «Как ты думаешь, градоначальник, если какие-то люди в Урувелокаппе, из-за которых ты бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили». Да, господин, есть люди в Урувелокаппе, из-за которых я бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили. «А есть ли какие-то люди в Урувелокаппе, из-за которых ты бы не опечалился, не заплакал, болезненно запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» Да, господин, есть люди в Урувелокаппе, из-за которых я бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили. Так почему? В чем причина того, что убийство, заточение, штраф или осуждение одних людей в Урувелокаппе, причинили бы тебе печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, тогда как убийство, заточение, штраф или осуждение других людей в Урувелокаппе, не причинили бы тебе печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние? Те люди в урове лакаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых доставили бы мне печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, это те, кому я питаю влечение и приязнь. А те люди в урове лакаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых не доставили бы мне печали, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, это те, которым у меня нет влечения и приязни. И теперь, градоначальник, то, что ты сейчас осознал, понял, постиг прямо сейчас, в настоящем, вне зависимости от времени, то это же самое ты можешь соотнести с прошлым и будущим. Поразительно, господин, изумительно! Как ловко благословенно изложил это! Любое возникающее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания, и любое возникающее страдание, что возникает во мне в будущем, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. — У меня есть сын, господин, по имени Чараваси, который очень далеко живет от меня. Когда я просыпаюсь утром, я отправляю посыльного, говоря ему, — иди и узнай, как там Чараваси. И, покуда не вернется посыльный, я прямо вне себя, думая, — надеюсь, Чараваси не заболел? — Теперь, градоначальник, как ты думаешь, если Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если моего сына Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали? Стенания, боли, беспокойства и отчаяния. Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению, можно осознать, как, появляясь, возникает страдание. Желание — это источник страдания. Желание — его корень, поскольку желание есть причина страдания. — Теперь, как ты думаешь, градоначальник, прежде, чем ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? — Нет, господин. А после того, как ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? — Да, господин. Как ты думаешь, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? — Господин, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется, как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? — Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению можно осознать, как появляясь, возникает страдание. Желание — это источник страдания. Желание — его корень, поскольку желание есть причина страдания.